всем привет меня зовут наташа и вы на канале замуж в индию сегодняшнем выпуске мы продолжим путешествовать по штату карнатока мы побываем в глухой деревне где родился мой муж и прожил там 6 лет там до сих пор живет младший дядя парама вместе со своей женой и представьте себе это жена еще и двоюродная сестра его ну это такое довольно таки частое явление в индии так вот это дядя живет вместе со своей женой тремя дочерми и сыном еще в сегодняшнем выпуске я расскажу вам очень интересные свежие новости про мою любимую индийскую подружку приянку вы узнаете как прошло у нее первое свидание не посмотрите какая она красивая какая нарядная просто как цветочек гифт артур во вину гостил а фо ми фора парам о они смотрите как друг друга ничего себе так но начну я свой рассказ пещерного храма каждый раз когда парам приезжает домой он в обязательном порядке посещает этот храм совершает там пуджу похлоняется божеству который принадлежит его касте ну и последние лет так 5-6 он и меня тоже с тобой туда таскает плюс еще артура в этот удивительный храм на вершине горы подъезжаем к самому главному храму это как фамильный храм касты моего мужа он должен каждый раз посещать его когда находится здесь кстати карнатока и проводить здесь особую пуджу видите он находится на высокой горе меня там атаковала когда-то обезьяна поэтому я даже не хочу туда идти там разверившие обезьяны в этом храме живут сейчас я покажу сколько всего набрал по парам для проведения пуджа вот это вот вся сумка цветы бананы бабушка наша надела на голову платок чтобы не не напекло голову и вот еще обратите внимание у них волосах тоже эти красивые вкусно пахнущие цветы и надо будет туда подниматься на вершину этой горы там находится собственно храм и подниматься туда надо будет по ступенькам босиком а сейчас как раз да время такое очень жарко камни эти раскаленные но для меня это реально испытание я как я говорю парам может быть мы не пойдем с артуром стороны я вижу что парам очень хочет чтобы артур там побывал то есть артур все-таки у нас индуист уже отчасти очень высоко очень много ступенек ноги ноги намочила холодной водой чтобы не так жарко было говорю парам ну пожалуйста давай мы с артуром здесь подождем он нет нет это очень важно это для меня самые важные как бы мероприятия то есть может быть даже это еще поважнее чем то что мы побывали на свадьбе а ну отойди артур на всякий случай муж сейчас бабах нет а нет это типа пуджи да пуджа я уже боюсь потому что всякие разные такие традиции вчера меня чуть кондратья не хватил когда они взрывали пальму сейчас будут острые ощущения я слава богу не несу эти бананы иначе бы на меня нападали бы обезьяны что обезьяны тогда наверху уже поджидает еще вспомнят меня два года назад мы здесь были мама постоянно оборачивается на меня подгоняет мол давай давай вперед так этот малой схватил палку чтобы отгонять обезьян малой немалый 14 лет что-то он как-то мелковат для 14 лет брат двоюродный брат парама вот посмотрите вот отсюда с высоты горы как раз можно лицезреть практически всю карнаток нужно понять да насколько здесь красиво насколько зелено сколько много пальм дома вот вы обратите внимание дома с черепичными крышами повсюду именно в карнатоке больше всего производят кокосов так ну что что здесь происходит давайте посмотрим женщины готовятся к пуджи вот еще подтягивается народ смотрите заходим прямо во внутрь этого храма здесь какая-то как пещера вы слышали артур песню поют ничьего месячного по моему как нигде как нельзя кстати это божество которому мы пришли находится где-то цвета мама мне уступила место сказал мол иди сюда отсюда снимай иди подойди пусть он тебе тикку поставлю давай и мне тоже поставил красиво ну в этот раз все прошло просто замечательно обезьяна не нападали цупеньки не были такими раскаленными как прошлый раз в общем все отлично следующий пункт назначения это село где родился мой муж парам село куда отец парама привез свою жену после свадьбы ух мама парама вспоминает это время это на минуточку 10 лет с ужасом представьте себе молодой девушка приезжает в деревню и живет в доме вместе с шестью младшими братьями с двумя сестрами своего мужа ну и конечно же с родителями и вечно заглядывающими родственниками которые постоянно приходят в гости и пее приходилось готовить кушать на всю эту араву убирать за всеми в общем конечно же ей мягко говоря не позавидуешь ну и потом естественно пошли дети сначала братья парама потом сам парам и тут уже мама не выдержала стала уговаривать своего мужа уехать отсюда уехать из этой глуши но и в принципе сам отец тоже понимал что в таком месте они не смогут поставить на ноги не смогут выучить своих детей но что было дальше я вам расскажу немного позже в других сериях а сейчас давайте посмотрим на это село посмотрим на село где до сих пор живет младший дядя парама ой как хорошо развалилась буйволица на солнышке вот и собственно мы приехали в деревню где родился мой муж здесь парам родился в этой деревне сейчас мы зайдем в отцовский дом это темпл сейчас мы пока зайдем посмотрим как они там позже проводят артур раскапризничался потому что его обидели вот эти вот курочка с петухом артура обидели поэтому он сейчас капризничает он хотел их погладить они его почти укусили а вот это кстати дядя дядя парама брат младший брат папы он как раз сейчас и живет в том доме где родился парам кстати этот дядя очень молодо выглядит я вот смотрю они почти с парамом выглядят как одного возраста а ему сколько 53 года представьте 53 года как мальчика так они вообще не скажешь да посмотрите какой колодец здесь аккуратно артур эти бабушка сразу как закипишевала испугалась она реально она очень проявляет постоянно заботу к артуру хотя да да они не могут найти общий язык но она заботится о нем очень глубокий колодец страшно конечно да много детей погибло так упав колодец поэтому она и беспокоится посмотрите какие здесь интересные дома как они выложены из кирпича с глиной сверху черепичная крыша сейчас бабушка что-то хочет показать вот овечки баба black ship какая-то овечка бабушка специально сюда привела для того чтобы я сняла вот поле где растет раги вот так она и растет но видно еще не не готова да очень колоритная деревня хочется все показать но вот мы уже подошли к дому к дому где родился парам и прожил несколько лет уже поняла что я снимаю видео и участвует в этом советуется чтобы я там что-то сняла показывает мне очень это приятно так заходим в дом вот сначала идет такая вот большая прихожая типа терраса это кстати сынок сынок дядин здесь у них типа гаража вот видите стоит мотоцикл артур все еще с этими курами петухами не может успокоиться идем идем завтракать идем завтракать сынок вот это вот дядина жена надо обязательно сказать о том что она и же его и двоюродная сестра то о чем я говорила ранее то есть у них можно жениться на двоюродных сестрах и кстати у них еще есть три дочери сейчас сейчас я покажу их трех дочерей и 2 из них на выданье и вот недавно был вариант выдать замуж одну из этих девочек тоже за двоюродного брата вы представляете то есть если вот так вот выходить из поколения в поколение то это может генетически плохо отразиться на детях я об этом читала но слава богу там что-то не получилось в общем в итоге ищет еще в поисках вот это бабушка только что было так а это по-рамски бабушка с дедушкой то есть родители папы друзья сейчас минуточку внимания я познакомлю вас с интересным каналом насти и так настя пела в известной группе украинского шоу-бизнеса потом она познакомилась с итальянцем и представьте себе уже на четвертый день она бросила все и улетела с ним в италию причем навсегда итальянская кухня очаровала настя не меньше чем уж и для того чтобы не потерять свои былые формы она научилась готовить абсолютно все итальянские блюда с минимальной калорийностью на своем канале настя путешествует по всей италии показывает все ее красоты настоящую итальянскую жизнь она и дегустирует различные блюда а потом их готовят у себя дома уже без вреда для талии друзья внимание сейчас настя разыгрывает поездку в италию которая состоится этой весной так что переходите подписывайтесь ссылку на канал насти я оставляю в описании под видео здесь мы будем обедать и вот посмотрите как здесь готовят есть по старинке ай вот одна из дочерей красавица по моему самая старшая позже похожа остальных но вот посмотрите как здесь готовят вот так вот вот так вот и готовят то есть у них нет здесь водопровода воду берут из колодца газа тоже нет вот на дровах они готовят еду вот наши матаране в основном таким образом только воду подогревают а готовят все таки нога мешают палкой да артур говорит перемешивают перемешивают палкой в общем представьте да так вот еще одна из дочери 17 лет ей вот этой девочки 17 лет я вам позже про нее что-то расскажу просто неудобно вот так при ней говорить пользуясь тем что они меня не понимают в общем вы видите дом большой но ничего здесь в этом доме нет тут еще есть комната но просто нет смысла показывать эти комнаты что они выглядят все примерно одинаково вот еще один приехал двоюродный брат который который не считается двоюродным братом потому что он папиной сестры ребенок те которые папиного брата то бишь однополые это считаются как братья а те которые разнополые это уже не братья не сестры и сестрами можно даже создать семью дети все узнают что мы здесь и приезжаю до чтобы увидеться все родственники собираются в родовом гнезде вот здесь обратите внимание здесь женщины набирают воду это ну водокачка наверное я думаю да как это можно назвать говорю парам давай что-нибудь поснимаем интересное раз уже сюда приехали он горит вон он там женщина сидит горит это первая подруга моей мамы ну или лучшая подруга перед пойдем ее снимем ну пойдем снимем подругу мамы парам говорит что после замужества родители здесь жили примерно 10 лет а потом переехали уже цивилизацию как говорится ближе городу а им окей good спросил говорит как у меня дела нормально вот видите она просушивает здесь рис лук и что это за зернон это наверно пшеница кстати у нее вот неплохой дом nice very nice house посмотрите какой красивый свежепокрашенный ворота красивые до металлические плитка сейчас мы зайдем мне просто интересно да в этой глухой деревне все-таки есть люди которые нормально живут а обустроились почему-то дядя парама вообще конечно не хозяйственный парень ну а значит приступим room tour вот это вот 8 машин до машинка стиральная как они и в суде упаковали как конфетку здесь у них смотрите water tank как это объяснить в общем они качают воду отсюда колодец собственный здесь пол уложен не навозом как у дяди а нормально плиточку постелили положили извините вот цилиндр газ газовый баллон минеральная вода здесь это как терраса здесь на как дворик тоже здесь можно проводить время а теперь а теперь мы уже зайдем вовнутрь дом парам говорит что это очень старый дом где-то сто лет этому дому но несмотря на этот возраст дом крепкий вот посмотрите в принципе то же самое то такой же до огромный дом но сделали из него нормальное жилище нормальное уютное жилье аквариум только что пара мне сообщил что жена и и сына этой женщины умерла и примерно полгода назад очень жаль молодая смотрите это ее муж который тоже умер и мне парам говорит что поэтому они фотографии здесь повесили то есть здесь вешают фотографии усопших примерно 10 лет назад муж умер то есть она тоже до вдова а вот и сын ну а сын получается овдовил да вот у него недавно модную жена кстати очень симпатичная очень жаль теперь мы зайдем на кухню ну вот разве сравнить вот вспомните там да вообще как в пещере в темноте на костре готовят есть и тут же вот по соседству буквально до через дом нормальная цивилизованная кухонка а вот и сын вот и сына значит мы разузнали что сын много лет же жил в бангалоре вместе со своей семьей а сейчас видимо переехал а парам говорит что я помню его говорит я когда здесь был маленьким но этот мужчина был уже постарше это он хотел с ними дружить но они со мной не хотели потому что он малявкой был вот это наша курятина с рисом мы сидим кушаем на диване вот а все остальные сидят смотрите на полу расстелили специальный коврик и сидят кушают вот девочка подает сестра двоюродная парам а что он сказал я не понимаю я артур и я мы пытаемся что-то на хинди сказать то есть поняли это как рефлектор нам происходит когда нас не понимают на английском языке пытаешься сказать что-то на хинди а тут и хинди не понимают красиво видите он сам из глин сделал сам разукрасил но стесняется убежал вот иди сюда иди сюда к скромные до этого я его снимала он не скромничать а тут ну поняли ему именно скромно из-за того что он как бы да решил поделиться похвастаться да можно сказать из-за этого его ему стало немножко неудобно неловко то есть он мне в машине об этом сказал а я забыла пришла сюда и забыла и он напомнила так вот скромно напомнил о том что выше ребята обещали снять мою мои изделия молодец very good не будем его нервировать так а вот мама вышла мать мамой а дядя тем временем пан жует тут очень популярно это причем тоже женщина жуют все жуют пан посмотрите видите у нее губы красные испан панда постоянно жует пан поэтому губы красные и язык этот парень ок 14 лет мы уже поняли ему сейчас покажет как он может водить этот мотоцикл то есть ему 14 лет по закону можно получить права 18 ну давай давай артур артур завистью смотрит вы видели я много раз показывала вам на видео он каждый раз когда папа садится на байк тоже пытается сам завести парам говорит когда артуру будет 10 лет когда артуру будет 10 лет он хочет чтобы артур уже водил скутер по крайней мере а этот паренек уже будет такой большой мотоцикл круто молодец ребята ребята сейчас парам расскажет очень интересную историю что вот этот велосипед далее бесплатно вы представляете какой интересный факт рассказал парам что государство государство сейчас старается старается да да старается поддержать девушек девочек для того чтобы девочки получали высшее образование и вот в таких вот глухих деревушках они бесплатно дают велосипеды девочкам чтобы они могли добираться до учебных заведений так что у нашего дяди у нашего дяди три девочки всем трем дали вот эти вот бесплатно велосипеды нам говорит что он 10 лет не не водил мотоцикл да у нас скутеры если вы помните и хочет нет артур папа пусть попробует а потом ты сядешь видите как артур возбудился что там заглохла что-то сам проблем хорошо же хоть без артура чего там случилось то что артур не хочет верить то что папа какие-то проблемы возникли он говорит что это все папа плану шло по плану артур очень любит папу и всегда его защищает друзья вообще это настолько очевидно но я иногда критикую парама артур всегда вообще на стороне папы обсуждаем когда мы в следующий раз приедем я говорю вот это вот девочка должна замуж выйти тогда мы при прилетим сюда на свадьбу я уже приезжаю в гости к этой семье в четвертый раз и каждый раз они нас встречают очень хорошо не всегда рады нам когда готовят для нас что-то что-то особенное и я замечаю как эти милые девушки а поначалу очень сильно стесняются а вот когда мы уже уезжаем так они будут за машиной вслед за машиной бегут и я даже замечаю что у них глаза как влажные от слез да ну а что касается нищеты так друзья дядя парама сам все прекрасно понимает он просто мечтает сделать ремонт конечно же ему самому не нравится жить в таких условиях но в первую очередь он обязан выдать замуж своих трех дочерей и вот то что я хотела вам сказать более подробно так вот к старшей дочери уже сватался парень надо сказать завидный жених инженер но родители этого парня запросили такое приданное что у дяди пришлось отказаться потому что он должен свои сбережения как-то сразу распределять на всех троих девочек да друзья меня эта история реально повергла в шок но единственное что успокаивает именно меня успокаивает это то что этот завидный жених был двоюродным братом девушки а я та которая закончила медучилище с наивысшим баллом по генетике понимаю что вот такое вот родство причем из поколения в поколение очень чревато для будущего потомства уже собрались убегать уезжать вот эта женщина соседка очень хочет со мной сфотографироваться ну а сейчас пришло время свежих новостей я уверена что многих из вас и волнует судьба нашей приянки нашей девушки на выданье и вот совсем недавно у нее состоялось первое свидание со своим женихом а вот сейчас на минуточку давайте вспомним как у вас прошло первое свидание я уверена что это будет какая-то своя обязательно уникальная история но я уверена просто уверена что ни один из вас не знакомился так как наша дорогая приянка и внимание так и знакомятся в индии практически все классические пары приянки буквально на днях исполнилось 26 лет и отметила она этот праздник вместе с нами с нашей йога группой общем смотрите видео и внимательно слушайте значит так во первых интересно что вот такими согласитесь личными новостями приянка делится со всеми нами причем без капли смущения и готова отвечать абсолютно на все вопросы и вот на днях она сообщила нам что жених или может быть его родители устали ждать когда же наконец приедет приянка знакомиться к ним город пуны и они решили сами приехать к ней как говорится если гора не идет к магомеду магомед сам идет горе так вот в 11 часов утра к приянке приехал жених точнее приехала целая делегация представьте себе 28-летний мужик приезжает знакомиться с девушкой вместе со своей мамой папой дедушкой и бабушкой мама приянки наготовила угощение все блюда по традиции вегетарианские гости тоже приехали со сладостями примерно три часа они сидели все вместе и узнавали друг о друге какие-то подробности приянка угощала гостей подавала на стол потом молодятам разрешили опять же по традиции остаться наедине вместе всего на пять минут чтобы задать сокровенные вопросы наша невеста спросила как парень относится к спиртному не выпивоха ли он случайно кстати я думаю что очень толковый вопрос так как такое пристрастие может сильно испортить паре всю жизнь ну а он поинтересовался умеет ли приянка готовить приянка честно сказала что кулинар она так себе и жених по его словам он не пьющий приянка нам все это рассказывала повин по ходу отпускал шуточки я с открытым ртом и бегающими глазами бесконечно задавала вопросы в общем друзья уже несколько дней как наше занятие по йоге превратились какой-то захватывающий сериал каждый день какие-то новости какие-то подробности после этого визита опять же по традиции как можно сказать по шаблону жених если ему нравится девушка звонит ей по вечерам и они говорят обо всем так вот нашему парню приянка очень понравилось они говорят по часу он или точнее его сторона готовы на женитьбу уже через месяц приянка тоже уже почти согласилась но она вот нам призналась что в парне ей нравится абсолютно все его характер его родственники кстати подчеркиваю этот пункт родственники стоит почти на первом месте потому что им придется вместе жить ей понравилась профессия наш жених работает в агентстве по трудоустройству и получает на минуточку 50 тысяч в месяц но вот к сожалению приянки он не очень нравится внешне боевин как обычно не упустил случая пошутить сказал мол что тебе митхона чакра борти подавать да еще важный момент родители на нашу девушку не давят хоть они и в восторге от потенциального взять она последнее слово всегда остается за дочерью так ну пока все я я вам обещаю буду воздержать вас в курсе как говорится в курсе всех событий но это это действительно очень интересно и настолько необычно для нас хотя вот признаюсь вам что с годами я стала все более лояльно относиться к вот таким вот браком к таким вот браком по договоренности я вам как-нибудь расскажу почему вы кстати тоже мне очень интересно напишите в комментариях как вы к такому относитесь но она сегодня все но наша история путешествие еще не закончилась и по классике жанра самое интересное я оставила на потом так что друзья кто еще до сих пор не подписался пожалуйста подпишитесь на мой канал чтобы не пропустить следующие интересные серии ну все мои дорогие до свидания до новых скорых встреч подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного